Благословение духовника Можно восприниматься только В системе монашеского послушания И я не знаю В каких монастырях Сейчас это практикуется именно как приказ Возможно, где-то и практикуется Беспрекословное послушание Которое есть самый короткий путь К преодолению Своей злой воли Направленной на грех Да, это полезно Поэтому новоначальный человек, пришедший в монастырь И называется послушник Потому что нет более Быстрого и прямого пути К преодолению Такого злого своеволия Хотения на грех Ты как бы отдаешь свою волю в послушание Тому, кто уже Свою волю выправил по воле Божией Значительно больше, чем ты И от него научаешься Вот этой жизни по воле Божией Вот это наша просьба Многократная, ежедневная Да будет воля твоя к Отцу Небесному Как на небе, так и на земле То есть во мне Я земля, я Адам Пусть она будет здесь, внутри меня Прежде всего Вот это и есть С чего начинается Но автор вопроса Скорее всего, не имеет в виду Монастырские отношения И в таком виде, конечно Благословению духовника Восприниматься как приказ Не может никак Руководство к действию — да Пожелание — да Но, наверное, все-таки Духовник — это человек Который, как мы надеемся Обладает большим опытом, чем я И его благословение — это Знаете, некое призывание Помогающей благодати Святаго Духа На то дело, которое я решил делать Потому что, возрастая В евангельской жизни Я не должен отказываться От своей свободы От своей ответственности Самому решать Как более опытный человек Он может сказать Это неправильно Это грешно Вот так не надо И, конечно, моя задача Его послушаться И он Здесь он не может молчать Но если вот, батюшка Я хочу Я говорю, что что-то Церковное, настоящее, понятное Говорит, ну, Бог тебя благословит Дорогое мое чадо Помоги тебе, Господь Это такое, знаете, как материнское Или отцовское благословение тоже Это призывание Я бы даже сказал Незведение Вразумляющее Охраняющее Напутствующее Благодати Божией На мое действие И в этом смысле, конечно Это очень важно Очень важно прийти Допустим, вы решили куда-то поехать В паломничество Вы говорите Ну, Бог тебя благословит, чадо И паломничеству удастся лучше, чем если без благословения вы это сделаете Но Вы должны понять, что Все, что говорит вам духовник Надо сверять со словом Божиим И заповедями Божиими Если он начнет говорить что-то другое То надо будет отказаться от выполнения Это очень важно Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok